Привет, друзья! Васильевская компания АКБ провела испытание тяжелого ВПЛА Кор 112. ВПЛА Кор 112 «Ночная птица» создан по схеме «Летающее крыло», что позволяет дрону с базовой массой 21,5 кг слетать с любой площадки или с воды, без катапульта, с разбегом всего 50 метров. Дрон успешно испытали при морозе 37 градусов. ВПЛА Кор 112 управляется за счет изменения дифференциала тяги силовых установок. Эффективность такого способа руления выше, чем у классического метода с отклоняемой плоскостью, что позволяет управлять дроном не только в воздухе, но и на земле. Для поддержания полета достаточно тяги одного двигателя. Это позволяет вернуть дрон в случае вывода из строя одного из приводов. Дрон создан из термопластичного полимера, что ранее не использовалось. Любые поломки или пробоины могут быть легко заплавлены на дроне при помощи паяльника. ВПЛА оснащен грузовым отсеком с люком в нижней части фюзеляжа, что позволяет в нем размещать любую нагрузку в массе 13,5 кг, в том числе и боеприпасы. Дрон оснащен китайскими двигателями, но могут использоваться и российские при крупном производстве. Компания может наладить выпуск до 1000 дронов в месяц. Сейчас выпускается 60. При аварийной ситуации дрон возвращается сам в точку старта. Предположительная дальность полета дрона 30 км. В режиме ретранслятора 60 и выше. Дроны меняют частоты и передают данные друг другу. Время полета дрона на электрическом двигателе 2,5 часа. С дополнительными аккумуляторами до 6 часов. С бензиновым двигателем 2 часа. Высота полета дрона 6 км. Скорость 215 км. Грузовой отсек дрона имеет длину 620 мм. Высоту 160 мм. И ширину 360 мм. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь канала. Мы осветим все.